Добрый день, с вами Максим Чех. У меня куча новостей по учебе. Во-первых, мне поставили зачет по безопасности, о котором я говорил на прошлой неделе. Затем мы на прошлой неделе писали второй зачетный тест по логике и графам, по предикатовой логике. На этой неделе во вторник выдали нам работы и мне поставили 15. Но преподаватель начал разбирать на доске эти примеры. Я смотрю, он пишет, в общем, по сути, то же самое, что я писал. Я решил после пары подойти спросить, и он, оказывается, не заметил. Я переименовал переменную из z, сделал x1. Там такая методика переименования переменных. И он не увидел этот индекс и решил, что я переименовал z просто в x, а это было бы неправильно. Из-за этого снизил балл. Соответственно, с этим замечанием у меня вышло 19 баллов из 20 по этой контрольной. Я там исписал 3 листа 4, написал все определения, которые я помнил. Одну ошибку какую-то мелкую все-таки допустил, поэтому не 100%. Но я говорил, вот эти вот баллы свыше десяти по логике и графам, по зачетным тестам, они будут идти на экзамен. Самая главная новость – наш робот проехал очень хорошо, ну как очень хорошо, довольно хорошо проехал на зачете трассу. Мы, среди всех студенческих команд, вышли на третьем месте. И завтра будет финал соревнования. Он будет транслироваться, будет прямая трансляция. Я в описании вставлю ссылку. Если вам интересно, если у вас получится, в 12 часов по пражскому времени начало трансляции посмотрите, как это будет происходить. Будет 16 команд студенческих и 16 команд школьных. И вот между этими тридцатью двумя лучшими командами будет происходить соревнования. За первое место – это три ноутбука, второе место – три планшетки Samsung Galaxy Tab. Третье место – это, по-моему, три внешних диска, ну три по количеству участников команды. Три внешних диска на 2 терабайта и там еще какие-то призы есть. Плюс там еда бесплатная. Даже если мы ничего не выиграем, мы на халяву похаваем. Мы сегодня пол дня сидели в лаборатории, улучшали, пытались как-то улучшить робота. В принципе, нашли там ошибку, из-за которой он не каждый раз выезжал из лабиринта. Так, то есть я запускаю одновременно робота и таймер. Он сейчас едет по линии, видите, он дергается. Нам, в принципе, удалось добиться того, чтобы он не дергался, но он в таком режиме не очень стабильно. То есть, там из десяти раз он, допустим, один проезжал линию, перескакивал где-то, съезжал с ней. Вот он съехал только что в лабиринт, увидел сенсором дальности, сенсором расстояния стенку и переключился в режим прохождения лабиринта. Количество сенсоров ограничено у нас, поэтому мы использовали гироскоп, но в последней версии мы его отменили. Сенсор света для линии, сенсор расстояния для как бы для расстояния от стены и при наезде на стену он сенсором как бы, там кнопка просто, грубо говоря, сенсор давления, он просто отъезжает чуть назад и поворачивается. То есть, он по принципу правой руки проезжает лабиринт. Вот он сейчас увидел выезд из лабиринта и переключился обратно в режим прохождения линии. И, собственно говоря, вот так вот выглядит прохождение трассы целиком. Ну, а вообще, я, конечно, доволен. То есть, у меня получается по логигеографам все хорошо, по робототехнике все хорошо, по безопасности все хорошо. Следующая учебная неделя будет последней перед каникулами, а сразу после каникул, по-моему, второго числа или первого, второго, мы будем писать разочетный тест по линейной алгебре. И нам сказал преподаватель, что там будут охвачены все темы, которые мы рассматривали. Это довольно много. То есть, это полиномы, линейные пространства, матрицы-детерминанты, системы линейных уравнений и линейные преобразования. Вот последняя тема такая была сложная довольно для понимания. Ну, на этом, в принципе, все. Спасибо в очередной раз, что смотрите мои вложки. Если вам интересно, конечно, переходите по ссылке в описании. Посмотрите, как будет происходить соревнование. Это робосоутеж, который организует вот как раз кафедра кибернетики и робототехники FELL. Все, счастливо. С вами был Максим Чех. Пока.